приветствую всех значит занялся тут сегодня ну не сегодня уже там вчера может позавчера там несколько дней занялся я изготовлением прицепа ну точнее подложка уже у меня была то есть на оси стояла некая площадка я ее с одного места отодрал потому как это этот переездной девайс мне больше не нужен был ну и положил просто полик ну и занимаюсь там сейчас ну не ладно ну в общем нужен мне был один размер размер для дизельного мотоблока это от сиденья там где вы беретесь за ручки до места сцепки где прицеп будет соединяться с мотоблоком что вы думаете посмотрел я 10-20 обзоров наверное по прицепам на ютубе и нигде не нашел правда нашел один каким-то бензиновым мотоблоком посмотрел вроде бы длина ручек тоже длинная но сами понимаете у каждого мотоблока длина вот этих вот рычагов ручек с которыми вы держитесь управляете разное соответственно и прицеп тоже должен быть разным но что посмотрели он там у него метр ну и решил за основу взять на сделал метр сразу и обжегся пришлось все переделывать переваривать там я вам покажу сейчас помою метр 30 или метр 40 вот ну ладно не в этом дело я то вам покажу чтобы те кто будет изготавливать сам ручной прицеп для дизельного мотоблока чтобы понимали какая нужна длина это один основной и единственный размер при изготовлении прицепа который вам может понадобиться итак друзья вот моя телега которую я здесь делаю ну мне суть не важно чтобы она выглядела красиво там мне важно чтобы она для меня было практично то есть мне не людей катать в этой телеге поэтому я вам покажу нужные или важные параметры основной параметр это длина дыша значит меряется дыша вот ног смотрите ноги здесь у вас здесь у вас получается будут находиться коленей здесь будут и приходить ручки так вот как бы вы не сидели ручки должны ходить в районе колен даже дальше немножко от них где-то там наверно сантиметров 10 в общем для дизельного мотоблока длина дыша должна быть 135 сантиметров это вот до до места сцепки это будет комфортная комфортное расстояние при котором ручки и все остальное не будут вам втыкаться в колени при котором вы будете свободно вылазить оттуда на ту или другую сторону вот видите это не пришлось отрывать ну конечно это я все буду переделать это все временно потому как я вот этим вот вот это расстояние которое ну тут немножко не совпало но уже вот так ему получилось 80 сантиметров ну и плюс у меня еще торчало вот это вот сантиметра на 20 получался метр это по видео которому я увидел на ю тубе но я вам скажу ширину ширины вам показывать не буду потому как это дело каждого кто как хочет так и расширяет заужает высоту борту я тоже показывать не буду потому как только как хочет так и делает кому-то нужны борты там по 50 сантиметров кому-то 20 смотря кто для каких нужд его делает но этот прицеп почему он у меня временный я увидел он длинный я планирую его сделать двухосным то есть одну вас прикрепить сзади вторую ось прикрут прикрепить спереди ну а для вращения оси относительно корпуса прицепа я вот придержал себе такой круг да конечно он массивный это круг с прицепа грузоподъемностью там около 7 тонн это другими с вами как бы как подшипник и одна часть относительно другой ездить на шариках килограмм 40 может 50 лишнего веса но комфортная поворотная у меня будет прицепе однозначно дело в том что вот эти места мотоблоках не очень живучие эти шпильки люди перекручивают их просто напросто срывает это прицепное то есть да у мотоблоки силы хватает потому они умудряются грузить потом не по полторы тонн он то потянет но шпильки эти не состояние их просто разбивает выдергивает учитывая еще давление самой информации я не нашел все показывают какие у них красивые прицепы как они покрашены какой у них высоты бортик из каких он трубок изготовлена действительно нужной информации то высота сидушки длина дыша расстояние от сиденья до спинки сиденья нигде этого ничего нет ширину я вам показывать не буду сидушки потому что ее выберет любой по своему вкусу а вот то есть длину сидушка вот ширину я вам расскажу для того чтобы комфортно сидеть 40 сантиметров это я сразу говорю потому как я сделал 30 сантиметров это вот она была такая мне пришлось ту доску убрать было некомфортно и приделать 40 высота высота 30 сантиметров но здесь у меня 32 за счет доски это для комфортного опять же сиденья здесь у меня должна была по идее быть спинка если вот так вот посмотреть но так как она была расположена слишком близко и я не мог сидеть здесь спинку нужно ставить на расстоянии вот 40 сантиметров должна выходить спинка где-то отсюда начинаться даже пойдет и ровно то есть я ее буду переносить и ровную спинку делать я понимаю что кто-то со мной не согласится потому что youtube это такая система где каждый может выражать свое мнение и самое интересное в том что каждый выражает считаю что его мнение единственное и правильно как в случае с со мной по по поводу мотоблока когда я выяснял количество шадильных сил то есть мне люди доказывали что это не 12 10 чем чем вы это можете подтвердить они не знают но вообще youtube это такое место где сколько понимаете сколько есть мнение сколько людей столько и мнений youtube нужно рассматривать как платформу для заработка на ней в основном зарабатывать и многие не брезгуют зарабатывать путем мошенничества путем ввода в заблуждение если есть какие-то просто видео от которых вам они вреданием несут да вы можете посмотреть ухмыльнуться улыбнуться понять что это все ерунда но есть такие видео которые заставят вас попотеть поработать вложить определенные средства а на выходе вы получите всем удачи пока и до встречи